Давайте поприветствуем нашего пастора в Балтиморе, пастора Тома Шаллера. Спасибо. Очень кратко сегодня. Я думал о смирении Христа, когда смотрел на этот марш. Бог настолько смирен. И когда Христос пришел в этот мир, это был сам Бог. Он пришел и стал слугой. И ему не нужно было, чтобы его замечали. Он не хотел быть важным, не хотел быть властным. И умным, или мудрым в глазах этого мира. Он был смирен. И он жил в уничижении и служил. Был тихим, и никто, в общем-то, не знал, кем он был в течение 29 лет. Мне кажется, что зачастую, миссионеры, если не всегда, Бог проверяет наши сердца. Потому что мы незамечаемые. Мы не умны. Мы не сильны. Мы не важны в глазах этого мира. Но мы доверяем Богу. И эти люди представляют целую армию смиренных людей. Откуда приходит это смирение? Это природа Христа, которая передается каждому из нас. Когда мы можем сказать, суть не во мне. Вопрос не во мне. Вопрос в Боге, в Его воле и в людях. Люди, которые в узах, в религии. Есть узы. Я бы сказал, что в мире три элемента, которые контролируют жизни людей. Первый – это религия. Плохая религия. Религия, которая держит людей в страхе и в узах, без свободного выбора. Есть огромная религия в этом мире, где грехом является переход в другую религию. Если ты когда-нибудь сменишь религию, ты пойдешь в ад. Они забирают у людей свободную волю. Религия является узами для многих людей. Второе – это секс. Люди борются с сексуальным влечением. с их половыми влечениями, с сексуальным влечением. Они находятся в борьбе с самими собой. Они разочарованы собой. Люди борются с чувством вины и с влечением, которое сильнее их. Третье – это деньги. Деньги управляют многими людьми. Любовь к деньгам, сребролюбие – корень всех зол. Людьми так часто управляют деньги. Если вы подумаете об этом, религия, секс и деньги, мы поймем, что очень многое стоит против людей, что мешает людям становиться тем, кем Бог бы хотел их видеть. И в это вмешана наша греховная природа и то, как мы обращаемся друг с другом. Когда миссионер приезжает в страну с властью Иисуса Христа, чтобы проповедовать свободу, это проповедь с властью, это проповедь изменения жизни, и это чудо. И мы бы сказали, это нормально для верующего раскрыть свою свободу. И Иисус сказал, что вы познаете истину, и истина сделает вас свободными, и вы будете истинно свободны. Это другая свобода. Не политическая, не социальная, делать все, что мне вздумается, но другой тип свободы. Духовная свобода. Свобода, которая исходит от святого Бога, которая делает человека святым. И мы находим свободу от греха, от влечений, которые есть внутри нас. И вы можете сказать в своем сердце, это сделал Иисус. Каждый, кто пересек эту сцену, представляет в некоторых случаях тысячи или сотни тысяч людей, которые обнаружили свободу во Христе. И мы не стыдимся Евангелия, потому что это сила Христова ко спасению, и также спасение для каждодневной жизни, что у меня абсолютно новое качество жизни. У меня есть свобода поклоняться живому Богу, знать живого Бога. И вот в чем ключ. Когда мы находим живого Бога, Он удовлетворяет нас гораздо больше, чем удовлетворяет наш грех. Грех удовлетворяет на мгновение. Это называется удовольствие греха, которое мгновенно, евреям 12. Кратковременное удовольствие. Но когда вы свободны во Христе, у вас есть свобода, исходящая от Него, которая дает удовлетворение. И говорится, что если ты попьешь этой воды, ты никогда больше не будешь жаждать. Иисус сказал этой женщине у колодца в Самаре, у которой было пять мужей, и она, вероятно, страдала в каждом из этих браков. Миссии означают, что мы можем покинуть свою страну, можем оставить свою собственную жизнь, у нас может быть приключение, мы можем делать что-то, доверяя Богу и Евангелию по вере, и изменить наши планы на нашу жизнь. Мы можем взять самое драгоценное, что дал Господь, это Своего Сына, и провозгласить Его, и пойти ночью спать, не зная, что сделало Слово, Евангелие от Марка 4 глава, сеять семя, потом ложиться спать, и оно растет, но мы не знаем, как оно растет. Мы понятия не имеем, как это происходит. Когда мы были в Венгрии, я помню, несколько молодых девушек пришли, их жизни были изменены, они спали в саду рядом с нашим домом, мы спросили их, что вы делаете? Они говорят, мы просто хотели видеть вас. Там жила команда в этом доме, они были тронуты в своих сердцах, движимы в сердцах. Вы не знаете, как это происходит. Кто-то в России освобожден от своего личного греха, кто-то в Швеции или Финляндии, или Польше, или Венгрии, кто-то в Китае, в Непале, высоко в горах. И эти труженики, которые отправляются с Евангелием, определенно с радостью пожнут свой плод. Это чудо Божие, это работа благодати, когда Он собирает Свою церковь вместе. И это наше свидетельство сегодня, что Иисус это сделал. Никто из вас не мог бы это сделать. Это сделал Иисус. Мы заснули, проснулись, мы не знаем, как это происходит. Снова и снова это происходило. И происходит. Наша молитва сегодня, чтобы все мы серьезно молились в течение года, чтобы мы в наших домах смотрели на карту, вставали на колени, рассматривали фотографии наших драгоценных людей на миссиях и просто молились. и относили наши молитвы к Богу и попросили Бога помочь нам молиться за миссии. Мы планируем отправиться еще в сотню других стран. Есть сотни других мест. За каждой страной стоят сотни городов и деревень, где люди не знают, кто такой Бог, где Бог. И такое может произойти с ними, что они найдут Его, найдут Иисуса, который смирен, который слуга, который творец, который спаситель и который любит их. Они на рисовых полях Вьетнама, они в пустынях Мексики и Чили. Они в бывших республиках Советского Союза, они в Западной Европе. есть люди, которые ищут Бога. Давайте помолимся вместе. Господь Иисус, мы удивлены тем, что Ты сделал за последние 47 лет. мы поражены тем, что Ты можешь сделать. Люди, с которыми мы лично не знакомы, но они каким-то образом услышали Твое Слово от других людей, но это тот же Христос, живой Бог. Кто-то сеет, кто-то поливает, а кто-то пожинает. но Ты единственный, который может изменить сердце человека и обратить их от любви к деньгам, от пристрастию к сексу, от уз религии и поклониться Тебе в духе и в свободе и в святости. Мы любим это, мы благодарим Тебя и мы просим, чтобы это продолжалось еще 50 лет, чтобы это воспроизводилось в наших детях и внуках, чтобы неверующие люди находили Тебя, чтобы это умножалось и росло до Твоего возвращения. И мы верим, что Ты грядешь. Однажды этот мир переменится. Будет лучший мир, который грядет. Мы это чувствуем, мы знаем это в сердцах. Это будет мир святости, мир власти, который исходит от Тебя, Святого Бога. Спасибо Тебе за это, Господь, за каждого человека. Те, которые еще никем не признаны, о которых никто не слышал и не знает, но которые смиренно служат Тебе. Велика награда их. Мы благодарим Тебя за них. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит Вас Господь.